Киноиндустрия медленно, но определенно уверенным шагом возвращается к допандемийному состоянию. Например, в марте сборы прошли удовлетворительно, несмотря на то, что весна это такой период затишья перед громкими релизами. Я прожила много жизней. Я устала бегать от прошлого. Студия Marvel выпустила специальный видеоролик под названием «Увидимся в кино», в котором анонсировала полнометражные картины так называемой четвертой фазы киновселенной. Помимо пробирающего до мурашек начала ролика, в нем есть кадры из фильмов «Черная вдова», «Шанг-Чи» и «Легенда десяти колец» и «Вечные». Также анонсированы даты выхода в продолжение истории, уже знакомых зрителю героев. Завершился ролик логотипом фантастической четверки. Появление этих персонажей в киновселенной «Морол» фанаты ждут как минимум с покупки Диснейм-студии «Сони». Нагрев идет изнутри. Ты предпочитаешь всю жизнь провести в огне, да? Отличная идея. А что? Это нравится не только мне. Еще одна ожидаемая в России картина про супергероев вышла на экраны. Состоялась премьера фильма «Майор Гром. Чумной доктор». «Майор Гром. Чумной доктор». Выжгут дотла. «Майор Гром. Чумной доктор» «Майор Гром» собрал огромное количество положительных отзывов от критиков и заработал уверенные 7,5 баллов на кинопоиске. К слову, фильм «Майор Гром» — это киноадаптация российского комикса. Еще в 2017 году авторы сняли короткий метр про брутального полицейского Игоря Громова. Короткометражка также была тепло принята аудиторией. Режиссер даже успешно показал ее в Голливуде. Так большое кино начинается с малого. Может, и жанр российских ужастиков спасут короткометражки. «Симпатичные туфельки. Меня Алишерка звать». «Номер дела АТ-17-02-34-7. Оповещаю вас, что я представлен к вам в качестве палача и остязателя». «Вы в курсе, почему вы здесь?» «Да, лучше тебе рассказывай». На YouTube опубликованы четыре коротких фильма ужасов в рамках проекта «Кошмары музыкантов». В лентах сыграли Иван Дорн, Хаски и Моргенштерн, а среди режиссеров — Илья Найтшуллер и Филипп Юрих. И напоследок об очевидном факте. По итогу церемонии награждения премии «Оскар» победители ворвались в топ-продаж российских онлайн-кинотеатров. В выходные можно посмотреть такие фильмы, как «Минори», «Земля кочевников», «Душа» и «Отец» с великолепным Энтони Хопкинсом. Субтитры создавал DimaTorzok